Итак, сегодня четвертый день наших летних учений в Маранак. Я хочу, прежде всего, поприветствовать всех присутствующих учителей, всех монахов, монахин, а также всех, кто слушает эти учения по интернету. Я хочу вас всех тепло поприветствовать и пожелать вам всего наилучшего. И сегодня мы продолжим с того момента, кем остановились в прошлый раз. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как возникла монашеская санхи, также о том, как возникли первые места пребывания на монашеской санхи, и то, что затем позже развелось в монастыре. И также мы с вами говорили о том, как развивалась санхи, а затем также, как возникла Виная и как она развивалась. И сегодня мы продолжим обсуждать эти темы. Первое, с чего мы начнем, это то, как получила свое развитие Виная, кодекс монашеского поведения. Я уже немного говорил об этом, в общем, я объяснял, как следует понимать сам термин Виная, так же, как Виная зародилась. И сегодня мы продолжим обсуждать эту тему. Итак, когда... Виная, прежде всего, нужно сказать, что Виная не была каким-то кодексом поведения, который был просто написан как нечто целостное знание. Виная возникла в ответ на поведение самих монахов и монахинь. И поэтому можно сказать, что благодаря тем из них, кто нарушал правила поведения, вел себя неэтично, нарушал правила морали, именно благодаря им и были сформированы эти правила поведения. Как сказал английский ученый по фамилии Хорнер, что внутри буддистской санхи, в самой буддистской санхи всегда были бикшу и бикшини, которые были ленивыми, необнимательными, а также такими, кто имел различные пристрастия, в том числе и пристрастия к походе. Они просто хотели наслаждаться своей жизнью, наслаждаться собой. И в результате этого также они создавали дисгармонию внутри монашеского собрания. И это именно то, что мы можем увидеть, если мы будем изучать Виная. Однако, если мы подумаем, что из-за того, что в санхи были такие люди, то вся санха была порочна, что эти люди отбрасывают тень на санху, то это будет не совсем верное понимание. Почему? Потому что в санхи были те члены, которые не отличались совершенством поведения. И это то, что записаны в Винае. И проблема в том, что были записаны лишь те моменты, в которых члены санхи вели себя неверно. Все те многочисленные члены санхи, которые вели себя хорошо, в такую хронику не попадали. И дело в том, что благодаря тем, кто вел себя неправильно, как раз и возникла Виная. И когда мы изучаем Винаю, то мы видим снова и снова упоминание о тех моментах, когда монахи и монахини нарушали правила поведения. В результате у нас может сложиться такое впечатление, что было много таких членов санхи, либо что все, большинство членов санхи было себя неподобающим образом. Это было бы неправильно. Таким образом, мы бы преуменьшили чистоту дисциплины и всех других членов санхи, которые действительно были чисты в своем поведении. И поскольку было много, очень много бывших душений, которые вели себя очень хорошо, и когда они видели, что другие ведут себя неподобающим образом, то они стыдились этого. Можно сказать, что они не могли этого стерпеть. Это было причиной их смущения. И таким образом, к таким проступкам, к таким нарушениям, на такие нарушениям обращалось внимание. И мы также не принимаем внимание на тот факт, что это приносило много трудностей для дисциплинированных членов санхи. И поэтому следует понимать, что люди, у кого кто отличается нечистым поведением, они всегда присутствовали в любом сообществе. Они всегда были и они всегда будут. Если мы взглянем на это с исторической точки зрения, то на самом деле нам нужно отблагодарить этих бешу и бешуни, кто вел себя плохо, потому что именно благодаря им у нас сейчас есть наличие то, что мы называем противобши. Почему? Потому что противобши была создана для каждого такого случая, когда правила морального поведения нарушались. Если бы все члены санхи вели себя хорошо, если бы все они были внимательны к своему поведению и ничего не нарушали, тогда для таких абсолютно дисциплинированных и усердных людей было необходимо создавать любые правила, а не было бы никакой противокши. Если все ведут себя хорошо, зачем вводить какие-то правила? Если все естественным образом поддерживают свои беды, то тогда и нет нужды создавать какие-то какие-то правила поведения. И поэтому, если мы взглянем на всю эту ситуацию с точки зрения правила поведения противокши, то мы поймем, что на самом деле таким монахам и монахиням мы должны быть благодарны. Также благодаря всему этому мы можем лучше понять историческую составляющую жизни монахов и монахинь. Мы можем изучать историю, опираясь на эти происшествия, которые происходили с монашеской санкой. если бы ничего не происходило, то и не было никаких хроник происшествий. Именно поэтому такие хроники с исторической точки зрения являются очень важными и очень ценными. И это то, на чем застряется внимание ученые по имени хроник. Если мы взглянем на это с точки зрения тибетской традиции, в Винайе, то во времена Будды самым первым собранием санхи были первые пять учеников. И это то, что стало первой буддистской санхой. До этого до 2 как вместе собрались пять учеников. Мы не можем говорить о том, что была какая-то санха. Лишь благодарю тому, что эти пять собрались вместе получили учения и благодаря этим учениям обрели состояние Архасу. Мы можем говорить о том, что была создана буддистская санха. И то, как эти первые монахи носили свои одежды, то они носили одежды, так как они делали это ранее, ничего не меняли. И поэтому, когда миряне смотрели на этих первых монахов, они говорили, что вы ничем не отличаетесь от домовладельцев, ничем не отличаетесь от торговцев, поскольку вы носите те же одежды, что носят обычные миряне. и здесь речь идет о том, как одежда носятся, как они складываются, и как они сшиваются, поскольку сейчас одежда сшивается, они шьются. Самые первые одежды, они не сшились, это были просто отпуски материи, которые носили первые монахи. Что касается нижних одежд, в особенности то, что касается нижних одежд, что покрывали нижнюю часть тела, это было просто один кусок материи, который обворачивался вокруг бедер. И так как эти первые монахи носили одежда, ничем не отличался от обычных мерян. одежды, тогда буду ввел первые первые правила того, как носить одежду. К примеру, он сказал, что все одежды должны быть одинаковой длины. Первое правило как раз касалось того, как носить одежды, что нижние одежды не могут быть ниже, чем верхние одежды. То есть нижние одежды являются внутренними, и верхние одежды покрывают внутренние, и все одежды заканчиваются на одном уровне. говорится, что это первое правило, которое ввел Будда. И это считается что именно благодаря этим этому начали первые правила. И затем говорится, что через 13 лет после того, как Будда достиг просветления, первый Бикшу нарушил свои обеты, когда вступил в сексуальную связь, вступил в саиде. И благодаря этому происшествию были созданы много новых правил. До этого не было так уж много правил. Именно так были сформулированы первые четыре главных правила, которые называются «Четыре поражения параджика», правила параджика, которые приводят к исключению из монашеского ордена. До этого говорится, что не было таких правил. Почему? Потому что никто не нарушил. И эти четыре параджики были введены лишь благодаря тому, что такие нарушения были связаны, были созданы. Кроме того, история связана с так называемой группой шести монахов, Бикшу, и также группой тринадцати монахинь Бикшуни. Это две группы, которые плохо себя вели, вели себя неподобающе. И группа шести, группа тринадцати, они много чего натворили, и поэтому благодаря тому, что они совершали, были созданы много правил вина. и так если мы взглянем на эти поступки, которые они сделали, и возникли все эти правила, поэтому сейчас современные монахи, монахини, когда мы слышим об этом, то возможно нам это не понравится, что именно из-за негативного поведения этих шести, тринадцати были введены все эти правила, которые нам сейчас так сложно, которых нам так сложно придерживаться. Однако с другой стороны все эти правила, они вносили ясность в различии между поведением домовладельцев и монахов и монахинь. На самом деле довольно трудно разделить поведение мирян и монашеской санки. Восьмой корма по Миквидорже отмечал это, что благонравные миряне, их поведение очень сходно с монашеским поведением, и к примеру, как мы можем их разделить. Например, если мы будем разделять их по тому принципу, кто лучше знает дарму, то среди мирян также было очень много знающих, образованных людей в дарме, кто очень хорошо знали писание. Кроме того, есть много членов монашеской санки, которые не знают писание, поэтому мы не можем разделять их таким образом. Кроме того, мы также не можем разделять эти две категории на основании одеяний, которые носят эти люди. Почему? Потому что сейчас, во времена упадка, много людей носят монашеские одежды, хотя они не являются держателями монашеских одетов, они являются мирянами и они просто носят одежды. Также мы не можем различить монахов монахин и мирян по принципу практики, которые они делают. Почему? Потому что многие миряне очень хорошо практикуют, они практикуют медитацию и другие виды практики. Тогда как же мы можем разделить мирян и монахин? Говорится, что мы можем обратить внимание на состояние ума этих людей. Монахи и монахини это те, кто должен зародить себя от лечения, от мирских дарм, от мирской самсарной жизни. Это те, кто должен не стремиться к успехам в самсарной жизни. Это те люди, которые довольствуются малым, недостаточным количеством еды, некачественной одежды. и все это для них не является проблемой, если они взамен практикуют путь, ведущий их к дарме. кроме того, монахи должны с особой тщательностью относиться к недобродетели, которые не вовлекаются. Говорится, что монашеская сангха должна остерегаться недобродетели, так же, как раненые остерегаются любого прикасания к своим ранам. К примеру, если кто-то ранен, то любое прикосновение к ранее вызывает дискомфорт, вызывает боль. И точно таким же образом монахи и монахини должны остерегаться негативного поведения. Они должны постоянно помнить о том, чтобы не вовлекаться в недобродетель. Они должны помнить, как избегать недобродетеля. Кроме того, монахи и монахи не должны искать ошибки в других, а так же они должны завидовать другим. Это так же еще одна отличительная черта. И самое главное, они должны прилагать усилия для того, чтобы искорнять обращение в своем естестве и в особенности искоренять гордыню в своем естестве, развивать смирение. И в результате поведения должно стать таким чистым, таким возвышенным, то любое существо, которое встречает монаха и монахиню, будь то люди либо боги, они хотели бы принять прибежище в таком человеке, хотели бы спросить у него благословения. То есть такие люди должны быть прибежищем для других людей. Это то, что мы называем членом монашеской санхи, то, что мы называем практиком дармы, почтенным человеком. Есть монахи, монахини, которые подобны мирянам, и есть также те, кто возможно даже хуже в своем поведении, стремлении, чем миряне. Поэтому когда мы пытаемся разделить монахов монахини, от мирян, то нам нужно смотреть не на воззрение, а на поведение, поскольку лишь благодаря поведению мы можем различить кто из кто. И таким образом мы пришли к выводу, что поведение является на более важной отличительной чертой, как уже отмечалось благодаря тому, что было столько неморальных плохо сведущих монахов и монахини и были созданы все эти отличительные практики. К примеру, такие люди, как Бекшу Удаи либо кузин Будды Доводата, они считаются, считаются, иногда говорится, что они являются проявлениями Будды. Почему? С исторической точки зрения это кажется немного странным. Почему? Потому что эти индивиды отличились особенной негативностью своего поведения. К примеру, Бекшу Удаи это тот, кто нарушил правила монашеской чистоты Доводата совершил много негативностей против Будды. Однако, благодаря этим людям были созданы многие правила моральности и поэтому нравственности, поэтому мы должны быть благодарны за это. Сейчас начать с ее заданием. Давайте сейчас глянем на происхождение Брадимокши на соскрытии Брадимокханапали. Верусное начало из текста, который сейчас называется Брадимокши Судра. В этой Судре содержится примерно 250 правил поведения винаи. Куриме того. В ней также излагаются различные ритуалы, которые должны практиковаться сангхой. И главное это то, что излагаются правила поведения. И то, что называется Брадимокху напали либо Брадимокши на санскрите, когда мы переведем это слово на тибетский, то что же означает это слово? Брадим означает человек, либо индивидуальное, естество индивидуальное человек, тогда как мокша означает освобождение. То есть Брадимокша означает индивидуальное освобождение, либо личное освобождение. То есть имеется в виду индивид, который придерживается этим правилам дисциплины, освобождает себя от низших миров самсары. То есть путем практики этих правил индивид защищает себя от низших миров и таким образом освобождает себя из низших миров. Именно поэтому эти правила называются Брадимокши. Другое означение этой переставки Брадим на санскрите означает это означает первое либо изначальное мокше освобождение системы соединим это второе означение Брадимокши будет означать первое либо изначальное освобождение. Здесь имеется в виду, что когда принимаются обеты Брадимокши благодаря этого очищаются предыдущие негативности. К примеру, мясник, когда он вовлекается в свою деятельность, начинает заниматься своей деятельностью, то он посвящает себя убийству животных, это то, что он совершает убивает животных. И говорится, что если такой человек примет обеты Брадимокши, то все эти негативности это обязательство осуществлять определенный вид негативности будет очищен. и кроме того, что Брадимок может означать способ и Мокша освобождение, то есть способ освобождения, то есть можно сказать, что это обеты, которые являются способом освобождения. и когда мы смотрим на различные категории нарушения правила Пратимокши, то мы говорим о пяти категориях падения. Это то, что описывается в Винае Моласарвастиваде, которые были переведены на тибетский язык. Однако в Палийской Винае эти правила Пратимокши разделяются на восемь категорий. Именно об этом я хотел бы рассказать сегодня об этих восьми категориях согласно Палийской Винае. Каковы эти восемь? Первое это падение, второе это падение с остатком, третье это неопределенные дармы, затем четвертое это тяжкие падения, пятое это падение, шестое это дармы, которые не належат раскаиваться, седьмое это многочисленные тренировки и восьмое это дармы посвященные устранению разногласий и это эти восемь категорий, которые выделяются в Палийской Винае. и сегодня я хочу взглядать на каждую из этих категорий согласно тому, как они описываются в Палийской Винае. при этом мы не будем углубляться в какие-то детали, почему прежде всего потому, что аудитория на этих учениях является не только монашеской и поэтому это неэтично обсуждать монашескую дисциплину детально с немонахами однако мы взглянем на общее предписание к примеру когда мы говорим общее количество обедов мы говорим о том, что в Винае Мода свестила примерно 250 обедов и различных собраниях Винае эти наборы обедов отличаются однако то, что касается главных обедов то они являются одинаковыми было бы полезно совершить сравнительный анализ различных источников к примеру мы выделяем 18 различных текстов на которые основываются изучением Винае Пратимокши первая категория это Баллийская Пратимокха это школа которая называется Ставиравада в Индии затем которая постепенно превратилась в том что сейчас именуется Адхиравадой затем вторая это Махасангика Пратимокша и долгое время Пратимокша Махасангики была доступна лишь на китайском и лишь недавно санскритский текст Пратимокши Махасангики был найден то есть Махасангика является одной из 17 школы Махасангика это Махасангика это то что учит Пратимокши супер и 5 писания в основном она сохранилась на китайском 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 природе и это та традиция Винаи которая передается в школе Махасасака четвертая это школа Дамагутта либо Дамагутта и это эти писания Пратимокша сохранились лишь на китайском партимон и это то что поддерживается традицией Дармагутта пятое это школа Каши Каши Апии либо Каши Апии на Пале и говорится что в этой традиции сохранилась лишь партимокша сутра и нету полной традиции Винаи она также сохранилась лишь на китайском и шестая школа это Вина Сарва Сивады и есть много источников один из самых интересных и древних это Пратимокша сутры найденные в пещере Дунихуане в Китае и говорится что это самый древний перевод самый первый перевод Пратимокши на китайский это именно Вина Сарва Сивады и следующее это Винаи под названием Судра о причинах и условиях и она сохраняется на китайском и в ней есть раздел разворнутых учений Винаи восьмое это так называемая Винаи десяти повторений которые на китайском называется Чи Сон Лу и это традиция которая связана с разворнутой традицией Винаи затем есть еще девятое это называемая Бикша Пратимокша сутра десяти повторений и десятое это Пратимокша сутра которая была найдена французским писательным полем пелье и она печатана в Фино в 1913 году и это на самом деле эти 10 это различные источники то есть это не отдельные традиции это просто различные источники различные описания которые мы можем опираться для того чтобы изучать Винаи что касается Мула Сарвасти Вадавина это просто традиция которая была принесена в Тибет и традиция опираться на несколько рукописей и главный из современных манускриптов это древний кашмирский кашмирский манускрипт Маласа Растивада в Разимахши Сутры который открыл индийский ученый Банржи в ступе в Кашмире это то что сейчас называется Гелгитом Гелгит это довольно обширная территория это то что сейчас разъединено между Пакистаном и индийским Кашмиром и говорится что это раньше это все было территорией так называемого Великого Тибета и вот в Гелгите был найден внутри ступа этот манускрипт который очень хорошо сохранился и второе важное это тибетский перевод Пратимакши сутры Молосарвастивады говорится что тибетский перевод сохранил всю полноту учения этой традиции Веная Веная Вебангвам затем есть еще фитнеский перевод Молосарвастивады Пратимакши сутры и в конце конца есть еще один который называется Маха Вибаша Маха Вибаша это что означает великое изложение это нет это не является текстом Веная можно сказать что это просто перечень предписаний либо правила поведения то что мы можем сказать Веная Вьюху и это эти последние три названы это более важные источники для Веная Молосарвастивады следующие источники они являются непосредственными текстами Веная но являются сутрами в которых излагаются некоторые аспекты Веная есть такая сутра которая называется Упалия Париприча Сутра Веная Венящая Упалия Париприча Сутра Сутра сброшенная Упали которая утверждает правила Веная она сохранилась на китайском а также есть санскритский текст это нет это не Пратимокша сутра но в этой сутре содержится перечень правил поведения таких же как и Пратимокша сутра затем следующее то что на экране на слайде про номер номер 16 это текст который называется 21 пункт касательно Веная это текст был переведен китайским переводчиком мастером Парамарды и это комментарии на Веная школы Самадия следующее это сутра о пяти качествах Викшу которая была переведена на китайский мастером Дармадавой и в конце концов это Махапари Ивана сутра последняя является сутрой Махая таким образом я только что презентовал вам эти 18 текстов это 18 текстов многие из них сохранились как рукописимые скрипты и в них содержатся традиции Веная восьми школ это шри-ланкист Таравада Махасангека Махишасека Дармагуктага Кашиапия Сарвастивада Мула Сарвастивада а также Самадия и из этих перечисленных то что называется Мула Сарвастивада очень подобно с Мула Сарвастивада то есть Мула Сарвастивада сходна с Сарвастивадой и если их не разделять тогда будет не 8 а 7 школ однако иногда Мула Сарвастивада отличается от Сарвастивады и тогда всего у нас есть 8 школ и говорят есть довольно ведется довольно много испытов касательно исходности либо раздельности Мула Сарвастивады и Сарвастивады почему потому что они исходны но в то же время отличаются в отношении к другим потому что касается Минаи Махасандыки то тексты Махасандыки очень редки но тем не менее они являются очень важными и так я объяснял объяснил эти 18 источников и на этом давайте сделаем перерыв так давайте продолжим и так я назвал всего 18 школ и 18 главных источников которые принадлежат к 8 основным школам и какие между различия я хотел бы также рассказать к сожалению я не могу рассказать об этом подробно но вкратце я хотел бы рассказать о сравнительном анализе Минаи какие есть исследования касательно Минаи в 1926 году японский ученый по имени Макото Нагаи опубликовал сравнительные исследования различных текстов Минаи в журнале под названием религиозные исследования затем также в 1926 году Валд Шмидт опубликовал сравнительный анализ против макши суд касательно касательное поведение шуни монахинь полного посвящения затем в 1927 ляпонский ученый по имени Татсурова Цужи напечатал статью под названием философия практики изначального буддизма в журнале журнал о ранней бузитской философии в 1927 год следующий следующий а что у него второе название шимота он на самом деле не шимота рюзанна опубликовал в 1928 году остранительная таблица Винай а затем японские японские ученые по имени Чизэн Аканума написал текстуальные сравнения с утра Братимокши Затем Затем в 1940 году Аканума Чизэн опубликовал подробную сомнительную таблицу обетов про Чим Олжи Затем в 1955 В 1955 году профессор со Шри-Ланки по фамилии Пачо опубликовал свои результаты исследования сравнительный анализ Вина Винаи Пи-Даги и в этом исследовании он сравнивал источники на которых операции различные школы Винаи Мы можем соединить все эти сравнения Я Хиракала Хиракала Акера как раз создал все эти сравнительные таблицы на которые мы также можем опираться когда изучаем обеты Винаи Хиракала Кира говорит что всего в Винаи 253 обетов для Викшу однако они отличаются в различных школах и даже в одной традиции могут может быть в одной школе может быть несколько традиций в которых количество обетов будет отличаться например в школе Мола Сарва-Стивада есть две традиции в школе Сарва-Стивада есть три традиции и они отличаются между собой и причина этого может заключаться в том что более поздние источники содержат более развернутый перечень правил поведения почему потому что такие правила могут быть добавлены тогда как изначальные переписания изначальные обеты они одинаковые между ними нет разногласия то есть главные обеты они являются наиболее ранними и они одинаковые но также есть дополнительные обеты и переписания и они отличаются и это может быть связано с тем что более позднее время обеты были добавлены и главное отличие касается количества и перечня тренировок которые должны вовлекаться монахи и монахини а также то что называется то что называется малое нарушение малое нарушение также отличается в различных традициях и поэтому различие не касается основной структуры то есть базовая структура обетов везде одинаково однако некоторые категории отличаются и из-за того что некоторые категории отличаются общее количество может отличаться отличаться однако при этом структура остается той же и об этом нужно помнить и поэтому можно говорить что различия небольшие в основном это отличие как я уже сказал в малых нарушениях а также в перечне тренировок и поэтому можно утверждать что все эти перечни происходят из одного источника если бы они происходили из разных источников то тогда они бы сильно отличались перечни бы сильно отличались а категории бы отличались однако это не так именно потому можно говорить что все они происходят из одного источника следующее о чем я хочу говорить это 8 категорий нарушений которые я уже упоминал первая категория то что называется параджика на санскрите либо поражение это самые тяжкие нарушения которые ведут к исключению из монашеского ордена и во всех винах говорится что больше 4 поражения следующая категория это самга дешеша дарма самга либо самга ваше дарма на санскрите это нарушение с остатком и во всех винах количествах одинаково это 13 самга ваше дарма дарма неопределенные дарма неопределенные дарма дарма они могут выделяться как отдельная категория но однако не упоминается сутри спрошенные упали упали парибричи сутри четвертое четвертое это то что называется наисаргика поэтика дарма дарма и всего их тридцать дарма есть три перечни это 92 91 или 90 мула сарвастивади их 90 поэтому возможно какие-то из этих правил включены в другие категории разница невелика один два обета могут быть классифицированы по-разному возможно в этом различии шестая категория называется дарма которая заслуживает раскаяния то что на саскреди называется братья джиния дарма и во всех винах их насчитывается четыре следующая категория это малые падения которые на саскреде называется сам бахуллах шайша дарма их шестьдесят и их количество может отличаться например в сутре спрошенные пали их семьдесят это их шестьдесят два против макшу сутре их сто семь и и в том что касается многочисленных типов тренировки то их то их количество также отличается к примеру в пали скавина их семьдесят пять махасангике их шестьдесят семь в сутре спрошенные упали их семьдесят две махишасы дармагубки их сто и сутре против макши найденные в дунхуане их сто семь и последняя категория это что называется дарма которая служит разрешение споров на сэскрите ади карана шамадхадармагаб и их количество насчитывает семь однако они не выделяются в сутре спрошенные винаи также они не упоминаются в тексте который называется пэйдарм для бикшу и разъяснение двадцати двух правил винаи и таким образом количество может разделяться однако если вы думаете что если количество одинаковое то и содержание одинаковое то это не так иногда бывает так что количество в различных традициях одинаковое но сам перечень в предписании отличается и это то что объясняется в комментариях поскольку в комментариях разъясняются определенные пункты и какие-то аспекты могут отсутствовать и иногда различные аспекты могут включаться в разные категории и некоторые аспекты могут выделяться в отдельные категории в определенных текстах например 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 видите вы видите сравнительный анализ первая строка это балийская традиция вторая это это махасамгега и вы видите колонки названы это 8 разных категорий то есть это поражение это нарушение с остатком это неопределенные дарма и так далее и таким образом вы видите что перечень отличается во всех этих разных традициях хвалийская хвалийская махасамг и сутри пройдя махша сутри дарма гуптики в манускрипте сутри на дельном донкухане более развернутые традиции сарвастивады сарвастивады мулы сарвастивады и Также и в каждой из этих источников есть разные переводы. И в разных переводах тоже могут быть разные перечни. И всего говорится, что, например, Махавид Батин, в этом словаре, в тибетском словаре, тоже содержится перечень правил Винаи. Также есть текст, который называется на тибетском «Дюниржи, Денис Алло, разъяснение 22 правил Винаи». Также в паре нирвана сутрём содержится перечень правил поведения Винаи. И он также отличается от таблицы, которую вы только что видели, или это то исследование, которое провел Хиракова Акира. Он подсчитал все эти категории в различных традициях и создал сравнительный анализ. Также он говорит о том, что общее количество обетов также отличается. К примеру, в Пратимакши-сульпере, согласно Винаи, в палийской традиции всего насчитывается 227 обетов для бишу и 311 обетов для бишу. В китайской традиции Винаи-васту насчитывается 250 обетов для бишу и 384 обета для бишу. И подобным образом есть различия между другими традициями Винаи. Однако в том, что касается наиболее важных обетов, поражений, падений, нарушений, малых нарушений, то они, как правило, совпадают, совпадают. И поэтому кажется, что то, что составляют основные категории, они были созданы и сформулированы в период раннего буддизма. То есть о том, что составляют главные поражения, которые ведут к исключению из монашеского ордена, что составляют другие нарушения, которые требуют раскаяния и церемонии очищения. Все это было сформулировано и определено в ранний период. Японские учения говорят о том, что каждое из этих правил поведения были созданы после определенного происшествия. И поэтому они все одинаковы. И, как упоминает высокий бандит, то, что запрещено в одном источнике Винаи, может быть разрешено в другом. Поэтому не все эти правила поведения одинаковы. Вот такая. Или Говорится, что Говорится, что в Тибете была переведена только Виная Мула Сарва Сивада. Иногда упоминается, что было запрещено переводить любую другую традицию Винаи, для того, чтобы не было никакой путаницы. Мы не можем подтвердить то, что это было запрещено. На самом деле, факт в том, что у нас есть только перевод Винаи Мула Сарва Сивада. И потому, если тибетские ученые интересовались этой темой, то им было трудно получить доступ к источникам других школ. И поэтому, когда Сакли Пандита утверждал, что различные Винаи сильно различаются, в некоторых из них разрешается то, что запрещено в других. Возможно, такие утверждения являются необоснованными. И они объясняются тем, что у него просто не было доступа к первоисточникам, в которых описывались другие традиции Винаи. Он опирался лишь на тексты Винаи Мула Сарва Сивада, а в своих оценках касательно другой школы просто следовало какой-то устной традиции либо устным комментариям других ученых, которые были ему доступны. И опять же считается, что школа Мула Сарва Сивада является самой правильной. И, как я уже упоминал, всего 18 школ, поэтому утверждать со всей определенностью, что из 18 именно школа Мула Сарва Сивада является самой правильной, что лишь эта школа является ученией работы, это довольно сложно и обоснованно. И дело в том, что в прошлом все эти различные школы, они вступали в дискуссии и даже ссоры с друг другом, в котором они опровергали правильность и обоснованность друг друга. И в основном эти дискоты велись по поводу Винаи. По этому поводу Атиши говорил, что всего есть четыре главных школы опоры к учению Будды, и это, похоже, является предвзятым отношением. Почему? Потому что было много школ, из них Атиши выделял четыре наиболее важные, но, по крайней мере, он действительно подходил очень тщательно к изучению Винаи четырех школ, поскольку опирался на санскридские источники. И он говорил, что важно изучать различные изучения всех школ. Почему? Потому что, когда формировалась школа Кадам, то по их заявлениям Кадам, они были именно теми, кто сохранял автентичные истинные учения Будды. И поэтому важно понимать, что сравнение школ всегда проводилось в древние времена. И когда мы сами сравниваем эти школы, то мы можем с большей ясностью понять, какие правила когда появлялись и как они трактовались. Как я уже упоминал, японские ученые говорят, что все эти правила водились после какого-то происшествия. И из этих правил, читая эти истории, которые сопровождают каждое правило поведения Винаи, мы можем узнать о жизни санкхи того времени. И так, чтобы можно видеть, какие изменения происходили в жизни санкхи, как выглядели их ритуалы, какие были тенденции в развитии санкхи, какие были изменения. И также мы можем отслеживать изменения по самой процедуре принятия решений по поводу правил поведения Противокши. И таким образом мы можем видеть в целом, как санкхи становилось более организованным. И это показывает нам, что все эти правила не были созданы в один день. Эти правила создавались постепенно. Сначала их количество было малым, а затем количество все более и более возрастало. И то, что сейчас мы называем Противокши судрой, это не была какая-то судра, которая была дарована Буддой в один день. Это просто категория учений, которая формировалась постепенно и дополнялась. Так же, как я уже упоминал, когда Будда уходил в паре нирвану, он не назначил никакого преемника, он не назначил никакого старичного своим наместником, своим преемником. Именно поэтому все ученики Будды были равны, остались равными между собой, никто не был назначен главным. И это вызывало риск скизма расколов в санкхи. И для того, чтобы обеспечить гармонию санкхи, необходимо было создавать одинаковые правила поведения. Чтобы создать такие правила поведения, нужно было собрать всю санкху вместе, поскольку такие правила могли быть приняты большинством санкхи. И это было похоже на определенные формы, на которые собиралась санкха и обсуждала какие-то определенные аспекты поведения. И похоже, что эти формы, они были многочисленны, и на них действительно приходили монахи, и это были такие массовые обсуждения. Говорится, что без такого принятия решения большинства не могли быть приняты никакие изменения. И именно такой консенсус был необходим для того, чтобы поддерживать гармонию внутри санкхи и препятствовать любым расколам. И это ведет нас к следующему аспекту, о котором я хочу рассказать. Это лидерство санкхи, кто обладал властью и авторитетом санкхи. Как говорит упомянутый уже мной индийский ученый Гаяк, во времена жизни Будды, сам Будда признавался главой санкхи. Что нам позволяет прийти к такому выводу? Мы знаем об этом, потому что первое условие для того, чтобы принять участие в летнем затворничестве сезона дождей, необходимо было принять прибежище в трех драгоценностях. И одним из трех драгоценностей был Будда. Именно поэтому все члены сообщества принимали прибежища в Будде. Таким образом, автоматически Будда становился главой этого собрания, этого сообщества. И в то время в Индии было много религиозных групп. Если мы взглянем на лидеров этих групп, то они были не только лидерами своих групп, но также они были теми, кто принимал решение о том, как их сообщества, их санги жили, как они функционировали. То есть лидеры этих групп, они обладали наибольшими полномочиями. Также они принимали решение о том, кто будет их преемником, кто будет главным после того, как они умрут. И такова была традиция во всех религиозных группах. И поэтому люди, кто не принадлежал к сообществу Будды, часто спрашивали, а кто будет преемником Будды. И это было связано именно со традицией назначения главного преемника. И лишь в буддийском сообществе было такое исключение из правил, что не было преемника. Кроме того, история Будды с одним постоянно присутствующим фактором — это отношение Будды с Диводатой. Часто Диводатой называется Мара Диводатой, и он сравнивается с демоном. Но на самом деле он не был демоном, он не был Марой, он был человеком, он был двоюродным братом Будды. И главная причина всего этого конфликта, который Диводатой поддерживал с Буддой, заключалась в том, что Диводатой надеялся, что именно его Будда назначит своим преемственником. И он даже говорил об этом Будде прямо, назначь меня своим преемником, я позабочусь о твоем сообществе. И на это Будда ответил отказом. Он сказал, что такого не будет. И вместо этого Будда хотел, чтобы Сангхо развивалось более демократическим путем, чтобы не было какого-то одного лидера, который бы решал все решения. То есть это не монархический принцип, когда один человек является главным и все решает, но это коллективный принцип, когда решает все сообщество. Также, когда мы называем Будду учителем, то мы имеем в виду, что Будда это учитель, который давал наставление о том, как познать истинную природу Ищи. И мы не имеем в виду, что он был главой Сангхи, который принимал решения, которые влияли на жизнь Сангхи. То есть решения о самоуправлении Сангхи решались демократическим путем. Будда сказал своим последователям, что вы должны быть своими защитниками. Также он сказал, что вашим главным защитником является Дарма. Вы не должны искать защиту у кого-то другого. И также он сказал о том, что не будет никакого преемника, что после его ухода главной опоры сообщества будет именно Дарма.